Привет, на связи ТОП Репетитор, и мы продолжаем серию роликов, которые тебе так полюбилось, поэтому сразу же мягни лайк под этим видео. Реальные задания из реального ЕГЭ 2020 года. Погнали разбираться. Сегодня очень крутое задание, которое я очень люблю, и мы его очень подробно разбираем на нашем годовом курсе. То есть, в принципе, уже, как не знаю, 2-3 года, занимаясь вебинарами, я это задание разбираю. Но сегодня мы решили разобрать его в публичном пространстве, тем более, что оно выпало на реальном ЕГЭ, и наши ученики с этим заданием успешно справились на максимальный балл. Политика Павла I. Соответствовала ли она тенденциям Екатерины II или нет? Напишите два за, два против. Давай разбираться. Для начала прям чуть-чуть теории, прям самую малюсенькую, самую капельку, чтобы ввести тебя в курс дела. Павел I – это сын от любви Петра III и Екатерины II. Они были парой, которая даже друг друга, наверное, любила. Шок-контакт был в том, что Екатерина II Павла I не любила и всячески старалась его от власти отодвинуть. Более того, чтобы ты понимал, насколько была кукуха съехавшая, у Екатерины II вообще был план, чтобы Павел I никогда не получил императорскую власть. Ее план был таков, чтобы от нее власть сразу перешла Александру I, а Павел I остался у разбитого корыта. Не быть мне президентом. Екатерина II умерла раньше, чем она этого хотела. Так получилось. Не получилось, не фартанула. И в силу этого власть перешла Павлу I, так как Александр был еще несовершеннолетний и управлять государством не мог. Между Павлом I и Екатериной II была вражда, я бы даже сказал, лютая ненависть. Некоторые историки говорят такую прямую фразу. Политика Павла I была направлена против Екатерины, а не ради здравого смысла. Ой, дурак! То есть, что он в принципе видел свою задачу, как уничтожить и ликвидировать ее реформы. Более того, Павел I обожал своего отца, Петра III. Считал его невинно убиенным, считал его правильным человеком. И только в самом начале своего правления он организовал его перезахоронение. Его отца захоронили по императорским обычаям, по императорским традициям. Самая ирония в том, что Петр III и Екатерина II лежат рядом. Их усыпальницы, их две могилы лежат прям бок о бок. Хотя друг друга они, понятное дело, не любили, и Екатерина II свергал своего мужа. Да как так-то? Что же касается этого задания, давай разбираться в нем. Давай для начала разберем оппозицию. Что Павел I на самом деле продолжал политику Екатерины II. Это поинтереснее, это посложнее, и это не так очевидно. Здесь есть два супермощных, а даже можно сказать, три супермощных аргумента, которые можно сказать. Самый явный, хороший, красивый аргумент, это в целом, назовем его, антифранцузская политика. Екатерина II под конец своей жизни заметила, что во Франции происходит великая буржуазная революция. От усилений и вправду круто, я тоже так хочу. В ходе которой монарху отрубили голову, и к власти начинают приходить новые силы. Екатерина II этого дела не одобряла и резко повернула курс против Франции. Прекратить. Считаю, что это все дело мы не одобряем, и в случае чего мы даже будем против Франции вести войну. Павел I полностью перенимает эту тенденцию на первом этапе. Он вступает в антифранцузскую коалицию, он совершает итальянские походы, он, да, Ушакова и Суворова направляет на все вот эти направления, на эти фронты военных действий, чтобы разбить Наполеона. Чистое копирование антифранцузской политики. Цензурная политика против Франции. Принятие этой королевской династии у нас в России в эмиграции и так далее, и так далее, и так далее. Первый уверенный пункт. А вот дальше уже потяжелее, потому что дальше что-то такое суперочевидного-то и нет. Но я возьму здесь специально две позиции, которые более-менее хороши. Во-первых, это продолжение раздачи крестьян крепостных и земли. Несмотря на указ о Тривневной Барщине, несмотря на ослабление положений некоторых позиций из жалованных грамот дворянству, мы поговорим об этом позже, Павел I все равно раздает тонну земель и крепостных дворянам. Почему? Я думаю, вы все понимаете. Он знал о заговорах, о свержениях, и ему нужно было остаться у власти. Поэтому здесь он продолжает крепостную политику. Он продолжает стараться улучшить положение дворян. Третье, что можно здесь сказать, это про фаворитов Екатерины и про ее приближенных. Многие приближенные Екатерины, которые при ней занимали главенствующие позиции, были очень именитыми и были обожаемы Екатерины II, остались на службе у Павла I. Здесь самый яркий пример, две фамилии. Ушаков, величайший флотоводец, просто там гений и умница. И, конечно же, Суворов, которому было доверено совершить итальянский поход, переход через Альпы и швейцарский поход. Если бы Павел I ненавидел бы Екатерину и все, что с ней связано, эти бы двое никогда бы не получили такие знаменитые роли и не увыковечили бы себя в европейской истории. А это, между прочим, дорогого стоит. Он подарил им огромную историческую значимость. Вот три аргумента. Как Павел I продолжал политику Екатерины II? Антифранцузская политика – раз. Продолжение раздачи земель крепостных – два. Продолжение сотрудничества с некоторыми фаворитами Екатерины II. Если мы говорим про то, что Павел I, наоборот, не признавал, не приемлил политику Екатерины II, и все как будто бы делал ей назло, в чем мы можем здесь найти хорошие и красивые аргументы? Давай разбираться. Во-первых, конечно же, это ликвидация ряда положений из жалованной грамоты дворянству. Это очень яркий пример того, что он хотел провести серию контрреформ. И это первая контрреформа. Дворянам была возвращена телесная порка, так назовем, телесное наказание в случае чего. Налоги им опять нужно было платить. И ряд еще положений. То есть Павел I, ну, скажем так, ухудшает положение дворян. Что, между прочим, станет одной из причин его будущего свержения. Второй мощнейший аргумент, который можно легко сказать, это улучшение. Хотя бы видимое, хотя бы декоративное, хотя бы, скажем так, кое-какое, но улучшение положения крестьян. Указ о трехдневной барщине. Сразу говорю, что историки сами с ним не разобрались. Был ли этот указ обязателен, или была рекомендация, но тенденция была понятна. Крестьяне должны жить чуточку лучше, чуточку богаче. И дворяне теперь не могут выжимать все соки из несчастных крестьян. Тоже, может быть, станет одной из причин его свержения. Хотя трехдневную барщину с этим так явно не связывают. Ну и третий, наверное, тоже очень сильный и очень явный аргумент. Это перезахоронение Петра Третьего. Это яркий пример, такая, знаешь, четкая тенденция того, что он не согласен был с отношением к этому человеку. Он потребовал даже, чтобы фавориты Екатерины Второй несли там некоторые регалии и участвовали в этой процессии. Допустим, тебе этого мало. Тогда четвертый аргумент. Это возвращение из ссылки тех, кто были репрессированы при Екатерине Второй. Радищев, Новиков и один там польский деятель, Тадеош Костюшко. Они все были, ну давай скажем, реабилитированы при Павле Первом, хотя их в ссылку отправила именно Екатерина Вторая. Надеюсь, тебе было полезно это задание. Разбор задания номер 24 за ЕГЭ по истории. Лайк, коммент, подписаться на канал. Все полезные действия, чтобы таких роликов было еще больше. Твой топ-репетитор.